МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На чемпионат.ком рассказывает о встрече хозяев с Латвией, в которой не обошлось без спорных судейских решений. В концовке основного времени хозяева еще дважды оказывались в численном меньшинстве. Во время последнего удаления латвийцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, и у Даугвинч послал шайбу в сетку. Белорусы уже были готовы убиться горем, как за них вступился арбитр встречи, который отменил гол, сославшись на то, что в момент броска Даугвинча Мэй находился в площади ворот. Этот эпизод будет обсуждаться еще очень долго, но никто уже не отнимет у сборной Белоруссии путевку в четвертьфинал. Сборная Казахстана покидает элитный дивизион чемпионата мира, но перед этим подопечные Арии Пики Селина решили громко хлопнуть дверью в матче против Финляндии. Почти получилось, но сборная Суоми все-таки показала свой класс. Итог подвел сайт allhockey.ru. К чести сборной Казахстана игроки боролись до конца. Их старания в концовке матча завершились голом Константина Романова, несмотря на семь поражений на чемпионате мира. Получилась ложка меда, пусть даже совсем маленькая. Сборной Финляндии осталось только ждать, как закончат свои матчи главные конкуренты в борьбе за четвертьфинал Латвия и Белоруссия. Евгений Малкин пополнил состав сборной России и сейчас готовится к матчу с белорусами. Дмитрий Пономаренко внимательно наблюдал за первой тренировкой форварда и рассказал о ней в своем блоге на сайте советского спорта. Чтобы погонять шайбу как следует, к форвардам присоединились тренеры сборной. Харис Виталинч, Игорь Никитин, Владимир Федосов. Сыграли 4 на 4 на одни ворота, которые защищал Андрей Василевский. С Малкиным в команде оказались Виталинч, Зубов и Шипачев. Играли на отжимании. И тут Смалкина скованность как рукой сняло. Евгений сделал дубль, а его команда выиграла у соперников два раза к ряду. Спор был условный на отжимании. И тут вновь прибывшему лидеру сборной ложиться на лед не пришлось. Зато чуть позже на булитах он все же уступил в дуэли вратарю. И свою порцию отжиманий честно выполнил. Владислав Домрачев в «Спортэкспрессе» вспоминает о том, как Малкин и Овечкин играли вместе на предыдущих турнирах. Нынешний чемпионат мира уже восьмая встреча супернападающих в составе сборной. В Турине Овечкин стал героем четвертьфинала, забив канадцам победный гол. Малкин же в концовке схлопотал матч-траф, дисквалификацию на полуфинал, который наши безропотно отдали финнам 0-4. В Риге Овечкин единственный на тот момент эндхеловец в команде почти весь пар выпустил в начале турнира. На четвертьфинал его не хватило. Малкин же только вживался в сборную. Их новое свидание национальной команде уже в статусе мегазвезд случилось в Олимпийском Ванкувере 2010-го с канадским кошмаром 3-7 в четвертьфинале. Алексей Шевченко продолжает рассказывать о главных событиях чемпионата мира на фан-зоне официального сайта КХЛ. Центральная тема нового репортажа – травма Александра Овечкина и его поездка в Минскую больницу. С начала из кареты скорой помощи в сторону раздевалки понесли носилки. Стало совсем страшно. Если Овечкин не может выйти сам, то это верный признак тяжелой травмы. И в больнице бы только уточнили степень серьезности. Но через 10 минут носилки занесли обратно. А вскоре вышел и сам Александр. Он сильно хромал. Милиционеры возле входа оживились и стали подходить вплотную, чтобы никто вообще ничего не увидел. Мы помчались в отель сборной, чтобы дождаться возвращения Александра. Он приехал после полуночи. Хромал уже не так сильно, но от комментариев отказывался. Ребята, вы все позже узнаете, – говорил он. Все нормально. Доктор Валерий Конов шел позади и улыбался. Все могло быть гораздо хуже утешил он. А вообще не все плохо. Следующий матч Александр пропускает, но с чемпионата мира не уезжает. Рене Фазель поделился своими впечатлениями о турнире в Минске. Слова президента Международной Федерации Хоккея приводят чемпионат.ком. Мы довольны тем, как проходит чемпионат мира. Те наши ожидания оправданы. Меня радует то, как заполнены обе арены. Мы не ожидали такого результата. Полагаю, что рекорд посещаемости турнира будет побит в Минске. До четырех команд Минск стала домашней ареной. Для белорусов, латвийцев, словаков и русских. Арены просто фантастические. Раздевалки очень удобные. Я был в раздевалке сборной Швеции. Она огромная. Как сказали администраторы, игроков можно потерять в раздевалке. Нам приятно это слышать. Атмосфера царит прекрасно. Единственное, что огорчает, количество травм на турнире. Но мы обратили на это внимание. Олимпиада в Сочи была лучшей, на которой я был. А чемпионат мира в Минске лучший среди этих турниров. Главный врач адмирала Евгений Харченко дал интервью Приморской газете, в котором поведал об особенностях работы на Дальнем Востоке и вспомнил, как приходилось снимать игроков прямо по ходу матчей. Бывает так, что игрок снимает себя сам, когда он просто не может продолжить выступать. Так, например, у Майка Комодора однажды защемила спину. Случилось обострение остеохондроза. Забил гол, но уже приблизительно через две смены обратился к нам и попросил снять его. А бывают и такие эпизоды, какой был в плей-офф с Сергеем Барбашовым. Было подозрение на черепно-мозговую травму. Тренерскому штабу довели, что есть вероятность отресения мозга. Хотя бы сам спортсмен рвался в бой. Но мы действовали решительно, отстранили его и в этот же вечер сделали все необходимое. МРТ провели консультацию у невролога, все посмотрели, проверили. К счастью, диагноз не подтвердился, но всегда лучше перестраховаться. Тем более, что сейчас КХЛ ужесточает регламент по отношению к травмированным спортсменам. Президент континентальной хоккейной лиги Александр Медведев в интервью «Спортэкспрессу» рассказал об изменениях, которые ждут КХЛ со следующего сезона. Уже есть решение о снижении потолка зарплат до планки в миллиард сто миллионов рублей. Без права вводить из-под него звезд. Сейчас совет владельцев рассматривает возможность введения налога на роскошь. 20% от суммы превышения. Сложение сделано, обсуждение идет к тому, что инициативу поддержат. И одновременно разработаем механизм перераспределения средств, полученных в качестве налога. Ведь очевидно, что у нас будут клубы, которые превзойдут отметку миллиард сто. Наша программа подошла к концу. Следите за хоккеем, а мы будем следить за новостями. Это было «Континентальное чтиво». До скорой встречи.